Панкью, что в переводе с китайского «друзья». Регионы Приволжского федерального округа и провинции Поднебесной сделали новые шаги на встречу друг другу. В Чебоксарах прошло третье заседание совета в формате «Волга-Янзы». Сотрудничеству расстояние не помеха. Обсудить перспективы двухстороннего взаимодействия в столицу республики прибыла представительная делегация Китая. Подробности прямо сейчас. С берегов Янзы в столицу республики приехали первые лица пяти провинций и делегация мегаполиса Чунцин. Это ответный визит. Предыдущее заседание совета по межрегиональному сотрудничеству проходило два года назад в Китае. Встречи в таком формате приносят ощутимые плоды, говорят главы субъектов ПФО. Работа с китайскими партнерами требует терпения, потому что требует времени, требует установления контактов. У нас есть традиционное взаимодействие. Мы экспортируем калийное удобрение в Поднебесную, оттуда машиностроительную продукцию. Это такая традиционная. Мы сейчас активно работаем над развитием сферы, связанной с деревообработкой. Заготовка древесины и движение глубокой переработки. Потому что заготовить, распилить на доску и вывезти доску в Китай, это не тот бизнес, который и нам интересен, и стратегически интересен китайской стороне. Поэтому этот этап мы прошли. Отладили логистику на этом примере. У нас есть канал грузовой доставки груза в Китай из Пермского края и обратно. Выезд был наш в Китай. В этом году ждем коллег к нам. Поэтому абсолютно уверены, что если мы дальше будем так двигаться, то все получится. Сейчас очень крупный проект рассматривается. Он сложный, непростой по деревопереработке. Там серьезные инвестиции. Есть немало сложностей, но пока в такой серьезной детальной поработке. Но потом у нас очень много с точки зрения проектов по подставке бумаги. Мы очень много поставляем бумаги и картона. И они намерены расширять это сотрудничество. Логистические программы обсуждаем. Создание логистического центра, в том числе для китайских товаров. Даже не в том числе, а в первую очередь. Ну, в общем-то, планов громадье. Самое главное, чтобы они реализовывались. Используя бренд Родина Ленина, используя замечательный проект, который есть в Китайской Народной Республике, Красный Туризм, мы реализовали в Российской Федерации такой глобальный проект, как Красный Маршрут. Это дало нам возможность практически в разы увеличить количество китайских туристов в Российскую Федерацию, в Ульяновскую область. Это дало возможность нам создать новые бизнесы, которые обслуживают большое количество туристов. Ну и сейчас мы продолжаем устанавливать интересные отношения. Совсем скоро мы реализуем большой проект, связанный с специальными контейнерами-поставками, используя логистические преимущества в Ульяновской области. Переговоры в узком составе вместо запланированных 20 минут проходили час. Настолько обширной была повестка дня. Ключевая тема – инвестиционные проекты. Уважаемые коллеги, мы очень рады находиться на берегу Волги в Чебоксарах. Я знаю, что к нашему визиту готовились тщательно, и мы это ценим в партнерах. Знаю, что за реализацию совместных проектов отвечают личные руководители регионов округа. Мы ценим такой подход к делу. Я убедился в том, что Приволжский федеральный округ имеет мощный потенциал, а регионы округа развиваются благополучно, и нам тоже есть чему у вас поучиться. Это вселяет уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве в формате Волга-Янзы. Я уверен, что наши связи будут только укрепляться. Также хочу обратиться к главе Чебоксарской республики. Здесь после серии переговоров наши предприниматели уже приступили к работе. Все идет по плану, и нет никаких препятствий. Мне очень радостно было это услышать. И в рамках формата Волга-Янзы для инвесторов продолжают упрощать административные процедуры. У нас уже имеется рабочая группа по сотрудничеству в области торговли и экономики. Необходимо создать рабочую группу и по инвестиционному сотрудничеству, которая может разработать специальные документы, программы и инвестиционные инструкции. Формат Волга-Янзы доказал свою эффективность. За пять лет между регионами округа и провинциями Китая было заключено более 40 договоров. В республике инвесторы из Поднебесной возводят инновационный животноводческий комплекс. Будут создаваться новые рабочие места на селе, производится экологически чистая продукция, наиболее востребована на мировых рынках. По результатам актуализации информации от регионов Приволжского федерального округа, перечень приоритетных проектов инвестиционного сотрудничества состоит из 13 проектов в области сельского хозяйства, производства продуктов питания, строительных материалов, машин и оборудования, металлургического производства, лесопереработки и логистики. На данном этапе реализуются совместные проекты по строительству цементного завода в Республике Башкортостан, завода по производству инструментальной стали в Республике Мариэл, создание сельскохозяйственных парков в Чувашской Республике и Пензенской области. Также регионами округа совместно с китайскими партнерами дополнительно прорабатываются 57 инвестиционных проектов, в частности по реализации проекта по производству различной светодиодной продукции на территории Самарской области. Расширяются и кооперационные связи между бизнесменами. В прошлом году на одном из крупнейших химических комбинатов Республики при поддержке китайской компании Течжой Чемтикс Кемикал открыто единственное в России производство гипохлорита кальция. Особо подчеркну, что в данном случае используются технические решения, которые снижают негативные воздействия на окружающую среду. А это крайне важно в химическом производстве. Перспектива сотрудничества химпрома с китайскими партнерами будет продолжена в городе Цзинжоу, провинции Хубей, с которой у нас действует соглашение. Реализуется проект по созданию совместного предприятия по синтезу действующих веществ для производства химических средств защиты растений. Инициаторами выступает наше предприятие фирма «Август». Михаил Игнатьев отметил, что за последние годы товарооборот между республикой и провинциями Поднебесной достиг рекордных отметок. И по прогнозам объемы экспортных поставок продолжат расти. Наибольшим спросом на азиатском рынке пользуются электротехника, сельхозпродукция, а также чувашские конфеты. Крупная кондитерская фабрика региона даже открыла в провинции Китая фирменный магазин. Сегодня Китайская Народная Республика занимает первое место среди 100 стран мира торговых партнеров Чувашии, поставляя почти половину всех завозимых в республику товаров. И в то же время Китай занимает третье место в списке стран, который экспортирует свои продукции товаропроизводители Чувашской республики. Вообще у двухсторонних отношений история глубокая. Основы были заложены уроженцам Чувашии, первым русским китаеведом Никитой Бичуриным. Интерес к культуре Поднебесной растет и сейчас. В этом году в стране впервые сдавали ЕГЭ по китайскому языку. Развитие гуманитарных связей – приоритетная задача Совета Волга-Янзы. Не случайно Конфуций сказал, не нужно относиться к молодежи свысока. Может быть, повзрослев, они станут великими людьми. И мы считаем, что работа с молодежью, организация и культурного обмена, и организация взаимодействия молодежи России и Китая является очень важным направлением нашего сотрудничества. В 2017 году на втором заседании Совета состоялась церемония подписания договора о создании Ассоциации высших учебных заведений в формате Волга-Янзы. В состав Ассоциации к настоящему времени вошли 50 российских и 29 китайских вузов. Многогранно развивается двустороннее сотрудничество в сфере культуры и искусства. В настоящее время российской страной прорабатывается возможность экспонирования в Доме российско-китайских культурных обменов, изделий народных художественных промыслов, фото и художественных выставок. Нынешний год – перекрестный год межрегионального сотрудничества и обменов. Наши отношения под руководством председателя Китая Си Цзиньпина и президента России Вадимира Путина вступают в новую стадию всестороннего развития. Также хочется отметить, что в этом мы отмечаем 70-летие установление дипломатических отношений между нашими странами. Третье заседание Совета – это новый старт и усиление контактов. Чтобы укрепить двухсторонние связи между регионами округа и провинциями Китая, планируют запустить и прямой авиарейс. Поначалу это чартерный рейс, но если в ближайшие годы вырастет поток пассажиров, будет открытый регулярный маршрут. Предложено, что принимать самолеты будет аэропорт города Ульяновск. Уже сейчас можно сказать, что поток туристов в Россию растет, и регионы округа предлагают привлекательные туристические маршруты. Регионы округа и провинции Поднебесной сближают договоры. По итогам Совета подписали сразу 15 документов. Соглашение с республикой закрепили подписями власти провинции Цзяньси и Хунань. Губернатор китайского региона Сюйда-Дже говорит, что партнеры должны развивать и совместные проекты в сфере науки. Высокотехнологическое производство в приоритете. Мы поддерживаем научные организации, вузы, в открытии совместных лабораторий, чтобы получить новые разработки. Также сотрудничество может развиваться в машиностроении, авиации и сельхозтехнике. За последние годы товарооборот с российскими регионами у провинции Хунань увеличился на 80%. Надеемся, что это хорошая тенденция. С регионами ПФО углубляются связи в сфере туризма и культуры. Еще один договор подписали власти городов Чебоксары и Хэфэй. В ближайшие годы китайский мегаполис и столица региона станут еще и попратимами. У двухсторонних отношений стран большой потенциал. Дружба – это великий дар, послан нашим народам. Уверен, что мы его обязательно сохраним и преумножим. Редактор субтитров А.Семкин